Партизаны всегда нуждались в оружии и боеприпасах. В Беларуси ярким конструктором самодельного вооружения был Тингис Евгеньевич. В 1943 году он разработал четыре типа ручных гранат, получивших название «партизанская граната Шавгулидзе». Они собирались фактически из подручных материалов – жестяной корпус, заполненный взрывчаткой, гильза от патрона, в которую вставлялся детонатор и бигфордов шнур. Рукоятка изготавливалась из дерева и крепилась к корпусу обычными гвоздями. Несмотря на кустарность, партизанские гранаты показали радиус поражения до 200 метров, а убойная дальность – до 25 метров. Самое интересное в том, что самодельные гранаты по своим характеристикам часто превосходили фабричные аналоги. До этого взрывы партизанских гранат, по сообщениям партизан, оказывали очень сильное моральное воздействие на противника. И это неудивительно. Когда на тебя летит жестянка весом до полутора килограмм, а потом разрывается с жутким грохотом, первая мысль – используется некое страшное и новое оружие. Гранаты Шевгулидзе очень быстро завоевали популярность в партизанских соединениях. Везде, где была такая возможность, было налажено их серийное производство. Ежедневный выпуск доходил до 20 гранат. Только в 1943 году партизанских гранат Шевгулидзе было изготовлено в общей сложности около 7 тысяч штук.